Елена Ротарь Католик, также политолог И сегодня мы, как вы уже поняли Из нашего с Женей разговора Задаем вопрос телезрителям И гостям в студии Пойдете ли вы голосовать на местные выборы? Можно отвечать Я считаю, что И это моя позиция И как социолога, и как человека Что вне зависимости от ситуации Если я хочу Потом Иметь право предъявлять Какие-то требования и претензии То я должна пойти на выборы Потому что если я не иду на выборы А потом говорю, а почему такие результаты То, ну, кто мне доктор Я не пошла Сергей, вы? Звучайно так И даже если у человека Не мает желания голосовать за кого-то в списке Или за какую-то политическую силу Он может прийти порвать белоденца Так же есть позиция, потому что графин и поддержку У каждого нет сейчас Но на самом деле Свою громадянскую позицию Варто Зазначити И варто Идти на выборы А вот то, что у нас нет такой графы Или голосовать против всех Не является ли это Учемлением наших свобод? Абсолютно вы правы И, честно говоря, динамика Ось этого явища Не поддерживает каждого Она каждым годом ранее росла И поэтому эту графу прибрали Чтобы трешки уменьшить негатив Потому что каждая влада Розуміє, что Прихильность ее падает Вот сейчас вы с Евгеном Спілкувалися Стосовно того, Чи будут взагалі Місцевые выборы, или нет Дані місцевые выборы Это, как на меня Четвертий раунд Президентской кампании Еще до сих пор Воно тянется, продолжается Но в этих реалях Ця місія майже не здействована Потому что в турборежиме Треба доробити виборчий кодекс Треба повернути в бюджет На вибори Еще миллиард 400 миллионов Здається, если я не помиляюсь Такая цифра И еще нужно доопрацювати Куча правок Которые будут Від всех фракций Сипаться И не зрозуміло взагалі Чи закінчиться Адміністративная реформа И я больше переконую Скорее за все, что нет И в каком вигляді Воно будет Как мы будем идти на вибори Это уже питание Мабуть Больше детально Мы с вами говорим Але хотели бы зазначити Что однозначно Люди мусять йти Але перш ніж йти Вони мусять розуміти Правила гри И самі кандидати на виборах И самі виборцы Взагалі Процедуру виборів Голосування Как будет составлено бюлетень Потому что Ця графа там Не поддержка Это один момент Но на данных виборах Система виборчая змінилась Система формування бюлетня Змінилась И для людей Будет досить тяжко Визначитись Не только с партією Але и с кандидатом Потому что Досвід інших країн З в кого такая система Вже запроваджена Показывает Что досить часто Люди голосуют за партию А вже потім До кандидата Десь відсотків 10-15 Вже не доходи Как це було в принципі Ми вже вже обсуждали Как це було на выборах Верховну Раду Когда соціологи Делали опрос І їх даже просили Не озвучити фамилию А просто партию Для того, щоб поставити Галочку Что вони проголосують І ми проводили Даже эксперимент То есть ми придумували Какого-то виртуального Васю Пупкина Который шел От определенной партии І людям було все равно То есть понятно, что Условно этот Вася Пупкин То есть там Иван Иванов Который не существует То есть люди его никогда Мы точно знаем, что его Нету такого То есть специально проверяли Чтобы не получился Такой человек Так вот Даже это людей не смущало В конце апреля Киевский международний институт социологии Провел опрос Среди 4 тысяч респондентов Об их электоральных предпочтениях Это касалось и президента Украины И выбора в Верховную Раду Ань, видела ли ты этот опрос? Вот насколько Есть погрешность И можно ли говорить о том, что 4 тысячи респондентов Путем телефонных Да, там опрос проходил Через телефон Этого достаточно для того, чтобы Понимать, что это Ну, скажем так Мне кажется, что сейчас Если это Опрос касается чистой политики То это как раз тот момент Сейчас, когда У нас Украина плюс-минус Одинаковая То есть, да, понятно, что будут различия между Югом, Востоком и Центром Но если мы будем говорить в целом о тенденции по стране То 4 тысяч достаточно для того, чтобы понимать хотя бы общую картину Итак, если бы выборы президента Украины состоялись в конце апреля То за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 27,7% За Петра Порошенко 9,7% 8% за Юрия Бойко И 6,3% отдали бы голоса за Юлию Тимошенко Но если рассчитывать проценты по отношению к тем, кто определился со своим выбором То за действующего президента проголосовали бы 42,6% За Петра Порошенко проголосовали бы 14,9% За Юрия Бойко 12,12% И 9,7% за Юлию Тимошенко Вот сегодня насколько У нас есть 20%, которые сказали, что они затрудняются ответить И вот этих-то 20% на том количестве То есть в принципе на вот этих 20% неопределившихся Нам все равно, сколько мы опросим Потому что именно они создают нам вот эту максимальную погрешность То есть этих 20% это люди, которые могут либо прийти, либо могут не прийти на выборы Мы этого не знаем То есть то, что они сказали, что я затрудняюсь ответить Ничего не говорит То есть может оказаться, что вот этих 20% отдадут свои голоса за одного из кандидатов То есть яркий пример этому был, грубо говоря, вот на выборах в 2015 году за мэра Одессы Когда у нас было 20% неопределившихся И мы в свое время тогда дали примерно прогноз, куда эти 20%-то и пойдут И они, собственно говоря, то есть картинка сложилась потом Сергей, если говорить вот со стороны такого, да, политологии, да, скажем так Если мы будем сравнивать эти цифры Вот если сегодня подняла специальные результаты первого тура выборов, которые были в марте То, в принципе, у президента Украины, действующего Владимира Зеленского Тогда он набрал 30% и, соответственно, это плюс 12% Порошенко тогда набрал 14,9% Это плюс 1% сейчас Бойко набрал 12,2% И сейчас это полпроцента плюс И только у Юлии Тимошенко минус почти 4% Вот как можно оценивать, если в сравнении с мартовскими цифрами? Так, смотрите, если я правильно помню, на стадионе тогда Зеленский Порошенко сказали «Я ваш вирок» И, по суті, такие электоральные изменения – это, по суті, вирок уже нынешней владе и Зеленскому в первую очередь Стосовно падения рейтингу такого більш яскраво вираженного тут, что вы назвали, это у Тимошенко Да Потому что, если вы помните, в ней досить была сильная, потужная, по суті, парламентская кампания Ну, потому что я трешки еще політтехнолог, тому я понимаю, что какие речи были использованы там Величезная кількість бигбордов была, величезная кількість рекламы, з'їздов, інших речей, пропаганды, по суті, партійною Тоді в них рейтинг тримался. Зараз ми бачимо, що земельну реформу ЗЕКоманда протягнула Як би там Батьківщина і інші фракції не сперечалися, але, по суті, це показує те, що От вплив таких політичних сил і тих тем чи темників заготовок, на яких вони спиралися, зараз уже не так сильно актуальна Зараз противірусна тематика до сих пір актуальна і, в принципі, діяльність влади висвічується І діяльність політичних партій, насправді, зараз ще на такому низькому старті, якщо можна сказати Тому що офіційно ми не розуміємо взагалі, чи будуть місцеві вибори дійсно в терміни Не дивлячись на заяви Арахамі і голови партії «Слуги народу» Я розумію, що досить багато речей процедурних і бюджетних не виконано Тобто не зрозуміло взагалі, чи буде зараз кампанія розпочинатися до місцевих виборів І в будь-якому випадку динаміка і цифри будь-яких політичних сил, вони зміняться Тому що на місцевому рівні люди голосують вже більше так – знаю, не знаю Тобто дають перевагу тому, кого вони дійсно знають, кого вони дійсно десь якось могли побачити Чи щось з кимось зробити Це не всеукраїнський рівень, це місцеві вибори І тут варто динаміку і так само визначати на місці Тому що прихильність людей на всеукраїнському рівні Вона може не відповідати прихильності той чи іншої партії в Одесі Саме в місті Одесі І, наприклад, праворадикальні партії Вони більше на західній Україні будуть підтримку мати Але на півні чи на сході вони вже свою електоральну підтримку втратять І ми зараз бачимо, що досить багато дискусій точиться взагалі з того, що нав'язується партійність Тобто в цій системі, яка зараз є, то вже самовисуванців немає, особливо в великих містах І навіть мерів видно тиск на будь-якого мера міста Не тільки на мера Черкас, але взагалі на інституцію мерську Застосовно того, що мерів змушують вибирати між партіями І чому особливо центральна або західна частина України мера приймається в штики Тому що вони розуміють, що для того, щоб прийти на ще один термін Вони мусять вибрати партійний бренд, який зараз в топі А ті партії, які там представлені і мають більше електоральну підтримку Не дивлячись на всеукраїнський рівень, а саме на локальний Це праворадикальні партії То вони не мають такої загальної широкої підтримки на всього українському рівні І в цьому є проблема, вони це розуміють І навіть деякі там політичні діячі закидують меседжі про партію мерів, так би мовити Щоб об'єднати таку створити опозицію до влади стосовно тих речей, які зараз відбуваються Стосовно електоральної динаміки, я б ще хотів зазначити те, що невідомо взагалі Як закінчиться цей карантин, як закінчиться ця епідемія І чи не буде на осінь, на зиму ще одної епідемії, тому що досвід іспанки сторічної давнини показав, що в основі вона почалася, а осіню були ще більші масштаби цієї катастрофи І ми так само не розуміємо, як воно буде зараз у нас далі, тому що нам всім ця ситуація показала, що потрібно готуватися до нового укладу життя Тому що ми маємо бути готові, що вірус вчора там був свинний, плашинний чи шейкийсь, а сьогодні це ковід-19, а ніхто не знає, яким він буде завтра Та, і сьогодні Одеська область на четвертому місці і вже говорять о тому, що нам с 11 мая не видать никакого послаблення, тому що у нас дійсно в Подольскі Вспішка і вспішка врачей, і туди вже відправлено усилення із врачей Одеської больниці По поводу містних виборів, ну вот смотрите, партия «Оппозиційний блок за життя» начал активно уже проводити свою предвиборну кампанію Вони раздають те же продуктові набори, та же гречка, да, только другими словами Некоторі депутати ОПЗЖ в своїх округах в Лиманському районі под своїм брендом раздають дезінфікатори І все ми виділи ці пакети, да, і це, ну, настільки низко, мені кажется, коли, можливо, менталітет українців стане таким, що, можливо, це к соціологам вопрос, коли ми перестанем делать щось за діньки І мені кажется, що це все-таки продаває свою совість Возникли ли у нас коли-нібудь культура політична? Возникнет, коли ми подіймемося, скажімо так, основна маса населения подійметься в пирамиді маслоу з базового уровня, т.е. з витальних потребностей Т.е. до тех пор, поки у людей не удовлетворені їх первичні потребности в пищі, в безопасності, да, то говорить о том, що вони будуть стремитися к самовыраженню, там, к какой-то соціальній жизни Т.е. я так понимаю, що, да, правильно ли я поняла, що пока ми не вийдем на тот уровень, коли у нас хороші зарплати Т.е. когда у нас ми чувствуємо захищенність со стороны правоохранительних органів, в тому числе О том, що ми перестанемо бояться поліцію, що поліція нам що-то навяжет, а будуть захищати, тогда ми почнемо... Т.е. тогда можна буде говорити о том, що люди перестануть голосувати в основному своєй масі, грубо говоря, за гречку Перестануть голосувати, грубо говоря, туалетом, да, т.е. если мені нечого є, то я буду... Т.е. я буду голосувати за того, хто мені предложить більше еды, либо буду голосувати так же, как, да, т.е. Т.е. опять же, ми возвращаемся к тому, за счет чого виехав Зеленський, собственно говоря, да, т.е. нужно було просто нове лицо Т.е. люди устали за, скажем так, у нас очень короткая вот эта вот память Да, соціальна, і люди верят, що вот каждый следующий буде лучше І поскольку каждый раз становиться хуже Последніх, по крайней мере, на протяжі последніх там пяти-семи лет То понятно, що Вот люди голосують так, як голосують. Причем Мы смотрели даже на местних выборах Ще осенью люди були готовы голосувати за вот этих виртуальных кандидатов от партии Т.е. они еще были... Т.е. если бы местные выборы проводились прошлой осенью То, возможно, что результат был бы, скажем так, более предсказуемый, чем на будущую осень Сколько лет нам понадобится для того, чтобы экономически поднять страну Для того, чтобы мы перестали голосовать за гречку Чтобы наши пенсионеры были обеспечены И с пенсиями не по две, а по три тысячи гривен А они могли быть достойно Наши врачи были с зарплатами Да, мы видим, что происходит у нас в кризисной ситуации Мы сразу вспоминаем о какой-то узкой категории Война, о военных, ковид, о врачах Потом о учителях, слава богу, вспомнили Да, действительно, честно, не хочу брехать Потому что я не знаю, сколько нам будет нужно Чтобы привезти краю на нормальный уровень А стосовно політичної культури Ви згадали Лиманский район Оскільки я достаточно много занимаюсь Створением политических партий областного уровня Или ведением их в выборчих кампанах То я хочу значить, что в Лиманском районе Это, на жаль, традиция таких опозиционных сил, так би мовити Вони завжди там роздавали ці сухпайки, пакети з гречкою І навіть в адміністрациях було багато сюжетів від активистів Стосовно того, що на рівні місцевих рад Знаходяться ці сухпаї Роздаються соціально незахищеним верством І якщо вже згадати там вибори в ОТГ То я вам чесно скажу, не з перевірених джерел Але по суті я розумію, що немає диму без вогню Лиманский район – це той район, в якому за голос в громаду Віддавали подекуди навіть 7000 грн Тобто одна із технологій, яка працює до сих пір І, на жаль, це підкуп виборців І там найвища ціна була, тому що попит породжував таку пропозицію Я, коли слушаю такі історії, у мене просто… Я понимаю, що да, це є, але я не думала, що там є Відповідно відносилася к своєму вибору Тому що я хотіла, щоб вона понимала свою відповідність І це культура гражданска, я думаю, що ми должны її розвивати Давайте поговоримо о Верховной Раді І КМИС привел і результаты выборов в Верховну Раду Якщо б вибори були б в конце апреля, то за партию «Слуга народу» проголосовали б 32,6 респондентів За оппозиційну платформу «За жизнь» 15,8 респондентів За «Европейську солідарність» 15,2% І 12% за партию «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Я теж подняла наші выборы в Верховну Раду В итоге саме сильне падення Це у партии «Слуга народу» минус 10,56% Оппозиційна платформа прибавила почти 3% Европейська солідарність прибавила більше всех Це плюс 7% І «Батьківщина» плюс почти 4% Несмотря на те, що рейтинг Юлий Тимошенко упал в президентських выборах на 4% Но її партия увеличилась на 4% А для мене парадоксальний взлет європейський Такой большой По правовласной партии я понимаю Я примерно вспоминаю, як було з блоком Петра Порошенко Ще в 2015-2016 році ми бачили теж такі падення Як ви оцінюєте таке падення «Слуги народу» і такий взлет Большої європейської солідарності? Насправді це для мене досить просто пояснюється Тому що у нас йде реформа децентралізації і вибори йдуть в громадах В громадах, та навіть в місті Одесі немає структури політичної партії «Слуга народу» О таких партій, як «Батьківщина» вже близько 20 років структура партійна функціонує і існує Тому в них є приріст цей електоральний на місцях І так само у європейської солідарності була хоч на базі удару, хоч на базі солідарності, але була і є структура на місцях І в виборах в ОТГ, проводячи свої кампанії, вони так чи інакше рекламують не скільки політичну силу, а скільки команди на місцях В них є кого показати, а от «Слугам народу» доводилось поспіхом, так би мовити, перефарбовувати старих нових облич, щоб подати кандидатів на місця вибори І, можливо, зневіра чи відношення до старих людей, чи людей, які взагалі не мали відношення до певної території Можливо, це і знизило рейтинг, тому що на місцях люди побачили, що політична сила з таким шаленим рейтингом, але немає структури Немає тих людей, які є кістяком, по суті, цієї політичної сили на місці, ті представники, які мають бути в класичному виді Тому що, якщо вони нав'язують партійність на всю Україну, а в самих немає структури, то логічне питання до них взагалі А чи розуміють, чи віддають вони собі звіт на те, що вони роблять і які процеси запускають Понимають сьогодні наші люди, коли, якщо ми бачимо таке падіння і такий взлет, що сьогодні не тільки кандидат і команда, але що сьогодні вони повинні голосувати за партию Тут є кілька моментів. С однією, поскільки не дуже больші, то є понятно, що у «Слуги народу» однозначно рейтинг упав Якщо ми будемо говорити о інших партиях, як і інших кандидатах, як личностях, то можна, що у нас немає такого взлета чи падіння большого, поскольку вони лежат в рамках ошибки виборки Тобто може казатися, що реально їх рейтинг сохранився А, ну, то есть, поскольку там ошибка виборки, як я понимаю, там плюс-минус 4% Скорее всего, то как раз це все укладывається в эту погрешність То есть, соответственно, може казатися, що рейтинг плюс-минус сохранився І, соответственно, рейтинг партиї теж може казатися, що він плюс-минус такий же, як у лідера Але, в принципі, у нас недавно був ще один опрос по партиям, і там теж наблюдалось падіння у провласної партиї? Я ж кажу, що у провласної партиї понятно, що буде падіння Именно тому, що действительно немає і не було ні структур партийних ніяких Действительно люди брались очень часто случайно І часто не маючи отношення, допустим, да, к той местности, от которой вони выдвигались Мало того, як правило, кандидаты от той или другой партиї, которая проходят Они, як правило, ведуть роботу в своем округе І я понимаю, що просто услуги народу сейчас нету, да, если нету партийной структуры То і нету возможности вести эту роботу То есть человек ушел, і все, і його там в лучшем случае видят в телевізоре Іногда на засіданнях Верховной Рады, все Сегодня по Одесской області, якщо брать депутата Верховной Рады То все одно единиці работають, хто на округах І даже, да, в других округах По некоторым ми видим откровенний популизм, да, популизм на трагедиях В принципі, я не знаю, є ли у них политтехнологи Для того, чтобы рассказать, что это неправильно так делать Мы уже будем в следующих выборах голосовать Исключительно только по партийным спискам, без мажоритарки Ні, тут буде можливість, по крайней мере, так планували Щоб люди могли впливати на список Щоб він був відкритий Тобто, якщо людина там проголосує за партію І за кандидата, який там, наприклад, 20-й в списку І більше 25% взагалі від партії дадуть свої голоси за цю людину То вона піднімається в рейтингу Але насправді, чесно вам скажу Я ще, наприклад, як сам політехнолог Я не розумію правил гри, які в нас будуть на виборах Тому що час ще є, правки не вносяться Виборчий кодекс, зараз те, що останнє було Це те, що нарешті знизили ставки по... Взносу, да? Так, так, так Тобто, в нас, якщо я не помиляюсь Якщо залогова сума на мера і за список депутатів була 1 мільйон 340 тисяч Якщо я не помиляюсь Тобто, зараз пропозиція була від фракції голосу Стосовно того, щоб знизити в 9 разів по всій Україні ці залогові суми Тому що це, по суті, ставив в залежність нормальних кандидатів Я розумію, що це, можливо, від цих кандидатів, які там були технічно подавалися постійно Щоб комусь знизити рейтник Але насправді, якщо у людей є ресурс, то вони знайдуть ресурси на технічних кандидатів Які будуть однофемінціями і заважати реальним кандидатам І стосовно того, що ми дійсно не розуміємо, чи це відкриті списки, чи ні Тобто, яка система, які правки будуть внесені Тобто, дійсно, на сьогодні ще до кінця не ясно, як буде працювати цей виборчий кодекс І, як на мене, насправді, за такий короткий термін до виборів Вносити зміни, які кардинально змінили хід гри По суті, це неправильно І неправильно з тої точки зору, що ні кандидати, ні люди не зможуть нормально підготуватися до виборчого процесу Тому що правила гри будуть, по суті, на грані фолу завжди Тобто, будь-які речі будуть або оскаржуватись в судах Чи тягнутися ще в судах, тому що процедурних моментів немає Або взагалі, дійсно, вибори варто перенести на пізніший термін, щоб до них підготуватися, підготувати бюджет до цих виборів Ми зараз повернемося до збирательного кодексу З нами на зв'язку Ярослав Католік, політолог Ярослав, здравствуйте! Добрий день! Знаємо, що ви болієте, і желаємо вам скорішого збирання Скажіть, бачили ли ви опрос, який проводив КМІС? Да, конечно, видел Вас удивили как-то цифры? Либо ви були готовы увидеть падение некоторых по партиям, которые произошли И некоторые всплески, да, если говорить о партии «Слуга народа» То это минус 10,56 И поднятие европейской солідарности Если сравнивать по президентским выборам То у действующего президента за него готовы проголосовать Сейчас я 42,6 Если в первом туре в марте это было 30% А во втором туре, мы помним, 73 Насколько вас удивили цифры? И почему вы думаете, что именно так распределились голоса украинцев? На самом деле тут нужно сказать, что я абсолютно не удивлен этим цифрам Более того, я думаю, что Технические проблемы сейчас Возможно, попробуйте по телефону Может быть, мы сможем так поговорить Да Можно я трешки прокомментирую Действительно, цифры, они правдивыми Больше-менш реальными стосовно всей Украины Но на самом деле, коллеги-социологи не дадут збрехать Важно еще обратить внимание на антирейтинги кандидатов Потому что, если я не помиляюсь, антирейтинги майже у большинства наших политических лидеров Вони в два раза выше, чем их рейтинги Да, я знаю, что у Петра Порошенко как раз антирейтинг был очень высоким Это да Я даже дивился, не знаю, чи взагалі Зловил себя сегодня на думке, что Дивиться рейтинги Центру Розумкова Это как-то с конфликтом интересов по сути самого Розумкова Потому что у него там антирейтинг не меньше У него там 3,5% антирейтинга Хоча насправді Ставление до политиков Мы видим, что более 50% Майже у наших топ-чиновников Действительно присутні И с этим явищем надо что-то делать Потому что, если они планируют идти на выборы Они должны понимать, что с таким антирейтингом они далеко не зайдут Если говорить вот о избирательном кодексе О том, что мы говорили Если у нас депутаты Верховной Рады пойдут все-таки по спискам И они не будут на округах своих работать Может быть, действительно правильно так Что депутаты Верховной Рады занимаются законотворчеством во всей Украине А местные депутаты занимаются на местах Но вы ответите на этот вопрос После того, как Ярослав прокомментирует, он на связи Ярослав Да, я прошу прощения за технические сложности Ярослав, как вы слышите нас? Уже слышал Вы можете продолжать отвечать по цифрам Насколько вас удивили Либо наоборот цифры опроса Меня цифры совершенно не удивили Потому что это целый ряд факторов Которые влияли на то, что падение доверия Падение рейтингов Произошли Это, безусловно, и скандал с братом Главы Офиса Президента Денисом Ермаком Которых подозревают И пока что они не оправданы в том, что они Продавали государственные должности Они об этом открыто говорят на видео, которые были опубликованы Более того, здесь мы можем говорить о том, что это продолжение Вследствие того, что падение экономики у нас происходит Нелогичные и зачастую просто абсурдные карантинные ограничения, которые были введены в стране Все это, так или иначе, вызывает определенные неприятия наших граждан И поэтому, как следствие, идет недоверие работы президента и его команде Там есть особенности голосования, конечно же, по каждому уровню выборов То есть рейтинг правительства у нас сейчас самый минимальный Рейтинг партий, он чуть повыше Рейтинг Зеленского еще выше Но в целом я наблюдаю то, что тенденция устойчивая Падение их рейтингов Я думаю, что она будет продолжаться и дальше К осенью нам обещают все-таки, что выборы в местные советы у нас будут Как вы думаете, вот этот рейтинг, который КМИС сегодня опубликовала Насколько он повлияет на региональные настроения? Вы знаете, честно говоря, особо... Оно, конечно, повлияет, но повлияет опосредованно То есть тут нельзя говорить о том, что есть прямая корреляция Между теми цифрами, которые у нас сейчас идут на выборах в Верховную Раду И теми результатами партии, которые мы получим на выборы в местные советы Почему? Во-первых, это разные органы И, соответственно, у граждан разные отношения То есть если им не столь принципиально, кто там будет представлять их интересы в Верховной Раде А как мы увидели на наших досрочных парламентских выборах Проголосовать могли просто за человека, который даже не проводил встречи с избирателями Не особо светился То есть людям было все равно, за кого голосовать Лишь бы это был какой-то другой человек, что-то новенькое А вот на местных выборах совершенно другой идет подход Потому что этот человек будет отвечать за все городское управление, все городское хозяйство Этот человек будет выдавать разрешение, ограничивать предпринимателей в чем-то Поэтому голосование идет совершенно по другим принципам И первые выборы в объединенные территориальные громады показали Что тот эффект, который «Слуга народа» получила на президентских и досрочных парламентских выборах Он абсолютно не коррелируется с теми результатами, которые они получают при голосовании на местах Именно поэтому, как мне кажется, и возникла эта инициатива, которая еще не оформлена юридически, формально Но, тем не менее, они уже все всерьез говорят И даже глава фракции «Слуга народа» Давид Рахамер сказал о том Ну, прямо признался, по сути, без каких-либо попыток скрыть это нелицеприятный факт Что они просто готовят эти изменения для того, чтобы обеспечить своей партии наиболее выгодное положение То есть идет традиционная манипуляция нормами перед выборами Для того, чтобы правящая партия получила преимущество перед возможными оппонентами И тут еще один факт, почему голосование на местных выборах будет отличаться от тех рейтингов, которые мы сейчас видим при голосовании в парламент То есть прогнозы социологов Это то, что на парламентских выборах в этот соцопрос не включены те региональные партии, которые на данный момент существуют Если они не протащат свою норму о том, что партия должна или в двух третях областей выдвинуть свои списки Или в двух третях областей преодолеть 5-процентный барьер То есть мы пока что не знаем, в каком виде эта норма будет представлена Но на местных выборах по действующему избирательному кодексу, в который еще не внесены эти правки, которые сейчас обсуждаются У нас имеет право принимать участие в этих выборах и маленькие партии Ярослав, спасибо вам большое У нас уже мы фактически исчерпали время нашего эфира Коротко о том, что вот я задала вопрос по поводу того, что Верховная Рада должна заниматься законотворчеством Верховной Рады Вы абсолютно правы, потому что две большие разницы Господарская деятельность, которая на местах происходит, и законотворчество, которая происходит в Верховной Раде И стосовно админреформ, если буквально несколько слов, то что районные ради, они себя пережили Они уже не нужны и если завершить админреформу, то их нужно ликвидировать Их повноважение, там, или лекарники на балансе районов передать в громады, там, или еще куда-то Но некоторые уровни нужно переглянуть, и действительно, чтобы местные депутаты занимались господарской деятельностью, а депутаты Верховной Рады законотворчею И наш опрос, результаты опроса, пойдете ли вы голосовать на выборы в местные советы 79% сказали, что пойдут Но общество оно сознательное Игорь, я уже знаю, что я забрала у тебя время Я передаю тебе слово И что известно к этому часу? Буквально в двух словах